Сегодня мы рассмотрим важнейший процесс биохимии. Собственно, то, что из себя представляет биохимия, это структурой функции белков. Поскольку основным предметом изучения биохимии является изучение активности ферментов, а в большинстве случаев ферменты являются белками, то это основополагающая лекция, которая нам покажет, каким образом белки формируются, какие функции они выполняют. И каково такое глобальное значение этих структур, этих соединений. Основные моменты лекции, которые мы сегодня рассмотрим. Мы рассмотрим сначала строение и классификацию аминокислот, структуру их, классификацию и такие особенности строения так называемых нестандартных аминокислот. Поскольку аминокислоты являются структурно-функциональными такими компонентами, белков, то есть имеется два аминокислот стандартных, которые при определенной комбинации придают им свои какие-то специфические свойства. Ну а далее рассмотрим мы структуру и свойства самих белков, то есть более сложных структур, которые состоят из аминокислот, строение их, классификацию и уровни организации. Поскольку существует несколько уровней организации, это первичная, вторичная, третичная, четвертичная, как раз вот мы эти вопросы рассмотрим. Далее рассмотрим вопрос о приобретении и поддержании пространственной структуры белков, то есть фолдинг, приобретение, то есть складывание, с такой, ну как оригами, то есть есть листочек, который дает нам возможность сложить какую-то некую фигуру, более сложную. Это фолдинг. Фолдинг – это слово складка, ну или складывание, если это процесс. Вопрос денатурации, то есть потери нативной конформации, то есть естественной физиологической конформации белков, то есть пространственной структуры. И группа таких белков, которые называются прионы, вызывающие инфекцию, медленная инфекция. Это такие структуры, которые могут вызывать развитие заболевания, которое передается от одного организма к другому, но не задержат нуклеонную кислоту в качестве генетической информации. То есть проблема здесь заключается в том, что они обладают, неправильной трехмерной структурой и порождают и способствуют образованию таких же патологических белков в нашем организме, в организме человека или животных. Начнем со строения классификации аминокислот. На представленной картинке показана общая структура аминокислот. Сам термин состоит из двух частей, то есть сам термин аминокислота состоит из двух частей, то есть амина, то есть подразумевается аминогруппа, и карбоксигруппа, которая обладает кислотностью. И вот это как раз записано во второй части названия, в частях этого термина, то есть аминокислоты, то есть кислоты, которые обладают аминогруппой. Поскольку в центре стоит атом углерода, а он имеет валентность равно четырем, то аминокислоты содержат, имеет возможность, по крайней мере, содержать четыре разных заместителя. Один из которых водород, и второй из них боковой радикал. Соответственно, все четыре валентности заняты. Вот это так называемая боковая общая структура аминокислот, которая нам дает возможность понять, каким образом аминокислоты могут влиять на структуру белковых функций. В частности, если в зависимости от, точнее, структуры бокового радикала, вот эти боковые радикалы, они влияют, благодаря своим свойствам, будучи гидрофильными, гидрофобными, заряженными или незаряженными, на способность белков взаимодействовать с другими белками или другими соединениями, вступать с ними в химические реакции. Кроме того, поскольку эти боковые радикалы могут по-разному взаимодействовать с водой, они могут влиять на формирование, влияют на формирование более сложной трехмерной структуры. Поскольку аминогруппа и кислотная группа могут легко взаимодействовать, ну, при определенных условиях, конечно же, то при формировании пептидной связи, вот эта связь как раз называется пептидной, то есть, которая содержит углерод с кислородом, через данную связь с кислородом карбоксильной группой и азот с водородом от аминогруппы, вот эта пептидная связь образуется после извлечения атомов, формирующих воду, то есть, двух водородов и одного кислорода. В этом случае, поскольку, опять же, в этом уже так называемом пептиде содержится также с кислородом карбоксильной аминогруппы, то можно себе представить, что вот эти вот аминокислоты могут сформировать такую линейную структуру. Ну, можно даже представить, что эта линейная структура может иметь бесконечную длину в зависимости от того, какое количество аминокислот присоединяется в этот пептид или в будущем уже белок, то это будет влиять как раз на свойства этих белков, их массу молекулярную и физиологическое значение для организма или клетки. Классификация аминокислот. В основном классификация аминокислот положено свойством бокового радикала, то есть какой он, как он взаимодействует, как с соединением, в частности, с водой, заряжен он или не заряжен. И традиционно выделяют следующие аминокислоты. Неполярные, алифатические аминокислоты. Алифатические подоживают с собой отсутствие ароматического кольца, который имеется, например, фениалонин, тирозинин, трептофанин. Это алифатические аминокислоты. Это глицин, аланин, пролин, валин, лейцин, изолейцин, метеонин. Справа показана как раз структура глицина. Это довольно необычная аминокислота, поскольку боковым радикалом у него является атом водорода, который уже присутствует и который уже связан с атомом углерода в альфа-положении. Вторая группа – это ароматические аминокислоты, которые содержат бензольное кольцо. К таким аминокислотам относятся фениалонин, тирозин и трептофан. Справа на картинке показана как раз структура фениалонина. Полярные, не заряженные. Полярные, то есть способные взаимодействовать с водой, а не взаимодействовать с водой, то есть способные взаимодействовать с диполями. Это сирин, трианин, цистиин, аспарагин, глутамин. Но вот эти аминокислоты не несут заряда. То есть они не несут ни положительного, ни отрицательного заряда. Ну вот в сирине, который здесь как раз показан, имеется OH-группа. То есть эта OH-группа спокойно взаимодействует с водой, но при этом не диссоцирует. Заряженные аминокислоты. Это аминокислоты, у которых имеется в боковом радикале некий участок, который несет либо положительный, либо отрицательный заряд. Вот к отрицательно заряженным аминокислотам относится аспартат или глутамат. Вот здесь на рисунке показано именно аспартат. Либо положительно заряженная лизина, аргинин, гистидин. Вот на рисунке справа показана структура аргинина. И в зависимости от строения и свойств бокового радикала, вот формируется такая классификация. Так их делят, чтобы было удобно понимать, чтобы это понимать, каким образом и какие свойства аминокислот передают те или иные свойства белкам уже. Или формируют трехмерную структуру. Модификация структуры аминокислот. Поскольку протеиногенных аминокислот, то есть входящих в состав аминокислот, в состав белков, насчитывается 20 штук. То есть это именно те аминокислоты, для которых имеется определенный триплет в генетическом коде. То есть если генетический код не содержит никакой информации о какой-либо другой аминокислоте, эти аминокислоты считаются непротеиногенными. Но однако, если представить себе такое все многообразие химических соединений, с которым приходится взаимодействовать с белком различные, низкомолекулярные соединения токсина, может быть, либо чтобы придать какое-то специфическое свойство этим белкам, то в течение эволюции выработался механизм, который позволяет модифицировать структуру аминокислот, ну и, соответственно, белков, в состав которых они входят. Ну, в частности, в состав клеточной стенки бактерий или мембранных белков, которые обращены в сторону, кнаружи от стоплазмы, то есть взаимодействующие с тканевой жидкостью или кровью, имеются такие белки, которые связаны с углеводами. Они выполняют своего рода защитную функцию. И посредством N или O гликозелирования, то есть связанных либо с аминогруппой, либо с OH-группой, вот этот углевод, который присоединяется, придаёт белку соответствующее свойство. Ну, например, через O гликозелирование, поскольку в представленных аминокислотах сирини, трионини или тирозини имеется OH-группа, то присоединение углевода как раз очень удобно для формирования вот такого более сложного компонента. Или N гликозелирования, аспартата, например. Если белок выполняет функцию в мембране и есть необходимость его зафиксировать в этой мембране, то очень полезно иметь либо гидрофобный домен, который взаимодействует с фосфолипидным бесслоем этой мембраны, либо модифицирует структуру белка, присоединив к какой-нибудь гидрофобный компонент. Ну, в частности, здесь вот представлены два способа изменения, передания, вернее, гидрофобных свойств для белка. Это пальмитаилирование, то есть присоединение пальмитиновой кислоты, либо миристаилирование, то есть присоединение миристиновой кислоты, жирной кислоты. Но поскольку они гидрофобные, то они легко заякоривают белок в мембране, и этот белок уже может ходить вдоль мембраны, но никак не может отщепиться. Для того, чтобы модифицировать функцию белка, в частности фермента, существуют механизмы, которые позволяют присоединить к нему остаток фосфорной кислоты, этот процесс будет называться фосфорилированием, либо, ну, это касается многих ферментов, например, ферментов, которые регулируют, ну, скажем, синтез и распад гликогена, то есть вещества, которые накапливаются в клетках мышц или печени для того, чтобы запасти энергию, то есть это форма, такая полимерная форма глюкозы. И ферменты, которые обеспечат метаболизм этого вещества, этого гликогена, они в том числе регулируются через фосфорилирование, либо дефосфорилирование, присоединение фосфорного остатка или его отщепление. Чем интересна фосфорная кислота? Тем, что она несет три OH-группы. Одна из которых присоединяется, собственно говоря, к мишени, а две из них спокойно могут присоединяться либо к другому соединению, либо придавать отрицательный заряд, который влияет на пространственную структуру белка. Сходным образом действует ацетилирование. Ацетилирование. В частности, такой механизм реализуется при раскручивании нитилен ДНК и отщеплении, или наоборот, присоединении гистоновых белков, то есть тех белков, которые упаковывают молекул ДНК в такую вот плотную структуру. Или АДФ-ребозилирование, то есть присоединение вот такого АДФ-ребоза и изменение функции, ну, некоторых белков, ну, в частности, регулирующих метаболизм, некоторых таких специфических таких процессов, то есть синтез нуклеотидов, ну, каких-то других. Модификация. Модификация белков – это изменение структуры, но можно, конечно, тоже как-то его включить в какой-то другой элемент, ну, в этой классификации. Но традиционно выделяют вот именно такое, используют такой термин. Модификация аминокислоты. Окисление, например, пролина и прощение в оксипролина. Справа, как раз, показана структура пролина и оксипролина. Эта аминокислота входит в состав коллагена, это компонент внеоклеточного матрикса. И, соответственно, на протоксинезе коллагена происходит строение пролина, а после его, а во время его созревания этот остаток пролина окисляется и прощается в оксипролин, чтобы придать более жесткие свойства этому коллагену, поскольку дополнительная ваша группа обеспечивает формирование дополнительных водородных связей и упрощение структуры. Этот процесс как раз нуждается в наличии витамина С, поэтому дефицит витамина С приводит к нарушению процесса превращения пролина в оксипролин, и, соответственно, коллаген остается рыхлым, то есть незрелым. Карбоксилирование – это встраивание дополнительной карбоксильной группы. В частности, существует такой процесс карбоксилирования глутамата, глутаминовой кислоты. Это аминокислота, которая входит в состав белков, которые способны взаимодействовать с ионами кальция. И поскольку кальций двухвалентит, то для того, чтобы он присоединился к этому белку, необходимо две рядом стоящих карбоксильных группы. Этот процесс мы будем изучать в биохимии крови. Нестандартные аминокислоты. Формально вот эти модифицированные аминокислоты карбоксиглутамат, ой, карбоксиглутамат, да, оксипролин, оксилизин можно отнести также к нестандартным аминокислотам. К ним также относятся, вот как раз вот здесь они показаны, 4-гидроксипролин, 5-гидроксилизин, карбоксиглутаминовая кислота, десмазин, селеноцистеин. Десмазин – это такая более сложная структура, которая формирует поперечные связи в составе белка, эластического белка в насеке на ткани, эластина. Селеноцистеин – это такая молекула, которая содержит вместо атома серы селен. Селен и выполняет особую функцию, поскольку селен – это металл, то он способен уже передавать, отдавать электроны. Входит в состав активного центра гулксион-пероксида, специфического фермента, защищающего нас, наши клетки, от пагубного действия свободных радикалов. Орниттин и цитрулин – это такие метаболиты, которые не входят в состав белков, но, тем не менее, являются важными компонентами метаболизма белков при синтезе мочевина. Для того, чтобы понимать их функции, этих структур, необходимо просто-напросто иметь в виду, что вот эти в общем сложные соединения делят на две таких группы, ну, или, может быть, подгруппы. Это так называемые пептиды и протеины, то есть белки как раз можно разделить на такие вот две условные подгруппы. Это пептиды – это соединения, состоящие из аминокислот, имеющие пептиды и связи, весом менее 10 кг. Вот, соответственно, протеины – это белки, которые имеют массу молекулярную массу больше 10 кг. Это такое разделение достаточно условно, используется в специфической литературе биохимической, либо в производстве. Но, тем не менее, вот такое термин эти встречаются, несмотря на то, что они носят такое условное разделение. Грубо можно сказать, что пептиды – это маленькие белки, а протеины – это крупные белки. И те, и другие формируются при полимеризации аминокислот в процессе синтеза, путем формирования пептидной связи, которая здесь показана, и я раньше показывал на одном из предыдущих слайдов. При этом образуется аминотерминальный конец, то есть терминальный защитоконечный, аминотерминальный означает, что там содержится аминогруппа. В данном случае она показана в заряженном состоянии, то есть полярная. И карбокситерминальный конец, то есть тот участок, который здесь показан справа, карбокситерминальный конец, который содержит карбоксильную группу, в данном случае, опять же, она показана в дистанциированном состоянии. Кроме того, в плане терминологии, белки различают простые и сложные. Но опять же, это вот такое разделение пошло от методов выделения белков. И в общем виде простые и сложные белки отличаются в следующем, что простые белки стоят только из аминокислотных остатков, то есть это простые полимеры аминокислот. А в сложных белках, помимо аминокислотных остатков, входят металлы, витамины, углеводы, липиды, какие-то другие компоненты, ну типа гема, который одновременно металл, содержится не металлический компонент, не органический компонент. В данном случае, вот показан справа на картинке B, матриксная металлопротеназа 8, то есть она содержит несколько участков, несколько петель, и здесь показаны как раз вот атомы, вот красным и розным показаны атомы, которые входят в состав этого белка. Ну это атомы цинка. Уровни организации белка существуют, или можно сказать даже выделяют 4 уровня организации белков. Это первичная структура, вторичная структура, третичная структура и четвертичная структура. Эти уровни различаются по строению, то есть первичная структура представляет собой простая последовательность аминокислотных остатков, вторичная представлена спиралью, либо складчатым блестком, третичная, это более, когда спираль скручивается дополнительно и придает какую-то дополнительную трехмерность этой молекулы, это третичная структура. И четвертичная структура характеризуется наличием нескольких субъединиц, то есть отдельных полипептидных цепей. Сейчас мы разберем отдельно каждую структуру, чтобы было более понятно. Ну, что касается первичной структуры, тут вопрос уже поднимался, то есть это полимер аминокислотных остатков, которые соединены пептидной связи. В данном случае показана вторичная структура. Причем здесь показаны одновременно две структуры, то есть это альфа-спираль, это вид сверху, то есть боковые радикалы оказываются снаружи, ну или а-структура. И бета-складчатый листок или бета-листок, причем он может существовать в двух таких вариантах. Это антипараллельная структура и параллельная структура. Здесь достаточно просто посмотреть на N-терминальное и C-терминальное, то есть аминотерминальное и карбокситерминальное концы этих компонентов, этих фрагментов цепей, которые здесь представлены. То есть вверху антипараллельная структура, справа вот видно аминогруппа содержится, как на более удаленном от нас расстоянии, и ближе к нам расположится карбоксильная группа. Соответственно, этот белок, эта структура является антипараллельной, то есть по одну сторону находятся разные терминалы. Это аминтерминал и карбокситерминал. В параллельной структуре, ну все наоборот, естественно. То есть с одной и той же стороны находятся одни и те же функциональные группы. В данном случае показана параллельная структура, и слева на картинке показаны две аминогруппы, которые находятся рядом с собой, рядом друг с другом. Так, значит дальше. Тритичная структура. Что это такое? Тритичная структура – это более высокий уровень организации. Это когда к белку придается дополнительное свойство, и создается трехмерная структура, которая выполняет именно, собственно, ту функцию, для которой предназначен этот белок. В данном случае показано строение бета-дэнергического рецептора, который реагирует на адреналин и норадреналин. И вот здесь показан фрагмент мембраны, внизу – это плазм, вверху – это внеклеточное пространство. И белок имеет несколько доменов, так называемых доменов, то есть вот такие участки с отдельной функциональностью. То есть они имеют такое особенное строение, достаточно самодостаточное, и выполняют отдельную функцию. Ну, в частности, легант, связывающий домен, и это белым вверху как раз показано в внеклеточном пространстве. И дальше видно зеленым, таким, залежевым кружками, показаны участки, которые обеспечивают взаимодействие этого рецептора с биологической мембраной, то есть с цитоплазматической мембраной. То есть они, естественно, являются гидрофобными соединениями. Внутри содержатся дополнительный домен, регуляторные какие-то компоненты и те участки, которые обеспечивают передачу сигнала. В данном случае показан же протеин-связывающий домен, то есть это домен, который активирует внутриклеточные процессы, связанные с действием адреналина или норадреналина. Четвертичная структура белков представляет собой совокупность нескольких суббиниц, связанных между собой. В качестве иллюстрации здесь показана структура миоглобина и гемоглобина. Миоглобин, миос – это мышца с греческого, глобин, глобус – это шарик. Миоглобин – это белок, который обеспечивает спасание кислорода в мышечной ткани. Именно, собственно, тот белок, который передает мясу мышцам красный цвет. То есть он связывает кислород, там кислород, который содержится, окисляет железо. И этому, этими тканям, придается специфическая красная окраска. Миоглобин является мономером, то есть он обладает третичной структурой. А вот если соединить сходные белки, которые в данном случае это бета и альфа-цепи гемоглобин, альфа-две бета соединим, мы положим уже более сложную конструкцию, которая будет называться гемоглобин. И функция похожая, но совершенно другая. То есть идеологически она обеспечивает связывание кислорода, но гемоглобин находится в эритроцитах. И его задача не просто связать кислород, а в нужный момент связать кислород, то есть у легких, где концентрация кислорода высокая, и он его связывает, пока эритроцит перемещается по капиллярному руслу у легких, и где снижается концентрация парциального давления кислорода в периферических тканях, он должен быстро отдать, пока не пробежала эту ткань. Внизу как раз показана связь между сатурацией крови, или тканью в данном случае, так в целом, если сказать, то есть содержанием кислорода, и сатурацией, то есть насыщением белка кислородом, и по горизонтали, по оси абсцисс, показано парциальное давление кислорода в миллиметрах ртутного столба. Здесь очень хорошо видно, что миоглобин имеет такую форму, форма связи между сатурацией кислорода и порциальным давлением, такой форме гиперболы. А гемоглобин имеет форму, такую S-образную такую форму, как раз при малых концентрациях кислорода он легко отдает, то есть снижается эта концентрация, снижается процент сатурации. Как только концентрация или порциальное давление кислорода возрастает, он быстро насыщается, то есть достигает высоких величин насыщения, сатурации, и уже далее в легких полностью насыщается кислородом для дальнейшей транспортировки. То есть разница заключается в том, что они работают немножко в разных режимах. Меоглобин должен взять и отдать кислород, а при снижении и повышении концентрации он особо никакой функции не выполняет больше. А гемоглобин, он должен хитро реагировать на различные факторы. Помимо, кстати, вот этого парциального давления, он реагирует на PH, например. Он реагирует на дополнительные леганды, например, леганды, которые обеспечивают снижение чувствительности гемоглобина к кислороду. И это соединение называется 2-3-бифосфоглицерат. Это соединение такое, которое обеспечивает как раз S-образную форму вот этой кривой, то есть быстрое насыщение в легких и быстрая отдача кислорода в периферических тканях. Приобретение и поддержание пространственной структуры белков. Приобретение сначала. Этот процесс называется folding. От английского fold, складка, или two-fold, складывать, или формировать складки. Folding – процесс формирования складок. То есть это процесс приобретения нативной конформации белков в процессе синтеза, в процессе их синтеза, то есть на рибосомах. То есть в данном случае на картинке слева показана матричная РНК, 5-4-конец, 3-4-конец, две рибосомы. Синим показана синтезируемая белковая цепь, и она удлиняется слева направо. И особые белки. HSP-70. Это HSP-70. То есть heat shock protein. То есть это белки, которые обеспечат или помогают приобретению нативной конформации. Проблема заключается в том, что белок имеет в процессе синтеза, он же может содержать разные аминокислоты, гидрофильные, гидрофобные. И вот гидрофобные аминокислоты, они имеют тенденцию слепаться. Они сформируют конгломераты. И вот чтобы не образовывалось ненужных конгломератов, существуют специальные белки, которые предотвращают преждевременно сворачивание этих белков. Вторая группа белков, которые обеспечивают фолтинг, называется шаперонины. Это такие, ну это даже не группа, это более сложные структуры, которые состоят из белков теплового шока. Вот HSP-60. Это одни из компонентов такой бочкообразной структуры, обеспечивающей энергозависимую сворачивание белка, сворачивание в смысле приобретения нативной конформации. И этот белок, это вернее конструкция, точнее, обеспечит формирование правильной структуры формирования белков. Как именно это работает, это сейчас вопрос как раз одного, это является вопросом интенсивных изучений, биохимических исследований. Терминология, которую необходимо понимать, некоторую необходимо знать для того, чтобы оперировать этими процессами. Шапероны – это белки, которые обеспечивают формирование нативной конформации белка. Шаперон – это французское слово, из французского языка пришло, означает помощник, сопроводитель. В данном случае эти белки сопровождают синтез белков и приобретение ими нативной конформации. То есть, они предотвращают преждевременное сворачивание и приобретение неправильной конформации. Белки теплового шока, по-английски это heat shock protein, HSP – это разница шаперонов, обеспечивающих ренатурацию белков. А ренатурация – это восстановление нативной конформации после повреждения, после ее изменения. Эти белки были открыты у мушек дрозофил, которых нагревали до определенной температуры. Оказалось, что если их перегреть, они сразу погибают. А если их нагреть до температуры, которая является сублетальной, то через какое-то время у них вырабатывают специальные белки, предотвращающие термическую денатурацию белков. И, соответственно, они потом адаптируются к более высокой температуре. Поэтому эти белки назвали белками теплового шока. Факторы, которые вызывают денатурацию белка, то есть повреждение или потерю нативной конформации, это температура, нагрев или замораживание. А механизм действия температуры связан с бронским движением. То есть, что такое температура? Температура – это характеристика средней скорости движения структурных единиц. Чем выше температура, тем больше скорость тех компонентов, которые находятся в растворе или где-то в другом месте, в газе, например. И, соответственно, если будет повышаться температура клетки, то скорость движения молекулы воды, скажем, будет увеличиваться. Молекулы воды будут толкать другие молекулы, в том числе и белковые компоненты. И будут разрываться те связи, которые обеспечивают поддержание трехмерной структуры. Это водородные связи, ионные связи. И белок будет дентурирует, потеряет будет свою конформацию. Изменим PH. Что такое PH? Это характеристика концентрации протонов водорода, ионов водорода, то есть протонов, которые могут влиять на формирование, опять же, ионных или водородных связей. И такая же ситуация возникает. Связи либо разрываются, либо формируются, неправильные формируются связи, и это будет называться дентурацией белка. Вибрация, опять же, это характеристика, похожая на механизм температуры. В результате дентурации происходит изменение пространства структуры белка, и, соответственно, потеря функции, поскольку на активной структуре белка теряется, и белок перестает выполнять свою правильную функцию, и либо он разрушается, либо, если это дентурация обратима, при помощи белков теплового шока он пытается вернуться в исходное свое состояние. Существует так называемая болезнь дентурации. В частности, было обнаружено такие довольно экзотические инфекционные агенты, которые называются прионы. Эти прионы – это такие белки инфекционные, которые могут вмешиваться в процесс фолдинга и обеспечивать неправильный фолдинг. В данном случае показано результат действия. Слева на картинке – это вокулярная дегенерация мозга при болезни Кройсфельта-Якоба. Это связано с тем, что в нейронах мозга накапливаются белки, способствующие неправильному сворачиванию внутриклеточных прионных белков, тоже имеющих различную функцию, в частности, связано с развитием или регуляцией экспрессии генов. И получившийся конгломерат и прионный белок, который имеет формально ту же самую аминокислотную последовательность, но неправильно свернут, он накапливается, он трудно переваривается теми внутриклеточными системами, обеспечивающими расщепление этих белков. И в результате происходит дегенерация нейронов, их гибель, полость, которая формируется после гибели нейрона, заполняется жидкостью. Это так называемые прионные болезни, будете изучать на микробиологии.